В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Благоустроенный Видновский лесопарк открыли для посещения жителей. Я, если честно, не ожидала, что из этого можно такую красоту сделать. Сотрудники ГИБДД провели экскурсию для учеников Видновской школы номер 7. Здесь в лес прям так красиво, и я удивился прям. У кинотеатра «Искра» работает ярмарка «Золотая осень». Мы официальные фермеры, которые работают на территории Ленинского округа. Несколько километров обустроенных прогулочных дорожек, детская площадка, две спортивные. Видновский лесопарк открыли для посещения жителей. О новом месте притяжения наш следующий материал. Добро пожаловать! В Ленинском округе появилось еще одно место для прогулок и отдыха. Своих первых гостей принял Видновский лесопарк. Преображение этой общественной территории площадью более 60 гектаров стало возможным благодаря губернаторской программе «Парки в лесу». Как прекрасно, да, когда мы в своем родном городе, в своем родном городском округе открываем такие прекрасные места. Наш Видновский лесопарк. Хорошо, что у нас происходят такие изменения. Видновский лесопарк – это не парк с аттракционами в его традиционном понимании, а уникальный симбиоз природы и комфорта. Когда человек фактически находится в лесу, но гуляет по благоустроенным дорожкам и может заниматься на тренажерах. Проект стартовал еще весной и за семь месяцев была проделана большая работа. Очень много прогулочных дорожек, очень много, несколько десяти километров. Сделали зону, так сказать, для посиделок. Там скамейки люди, освещение все там есть. Но, тем не менее, здесь есть две спортивные площадки. А еще появились лавочки и урны. Со стороны проспекта Ленинского комсомола открыта брендированная входная группа. Все основные маршруты и зоны отдыха освещены. Также до конца года будут полностью оборудованы детская и две спортивные площадки. Я так довольна этим парком. Я, если честно, не ожидала, что из этого можно такую красоту сделать. И нам очень близко к дому, прям очень удобно. И на лыжах, и просто прогулки. На велосипеде буду кататься. На самокате. И на лыжах зимой. Всей семьей будете ходить, да? Да, мы очень хотим. У нас пока двое лыж, но мы еще купим двое и будем ходить. Приходите в Видновский лесопарк. И вы, Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В преддверии Дня полиции сотрудники ГИБДД провели день открытых дверей. Инспекторы познакомили учащихся первых классов Видновской школы номер 7 с работой дорожно-патрульной службы. К увлекательной экскурсии присоединилась и наша съемочная группа. Слово Натальи Буслаевой. Первоклассники – самые любознательные гости, признаются сотрудники госавтоинспекции. Ребята задавали много вопросов полицейским об их службе, о происшествиях и нарушениях на дорогах города. А вот на учащегося Видновской школы номер 7 Амира Гусейнова большое впечатление произвело даже само посещение здания ГИБДД. Здесь в лес прям так красиво, и я удивился прям. И в зале мне говорили, что надо правила дорожного движения соблюдать, не переходить на красный свет и не переходить железную дорогу. Инспекторы провели для мальчишек и девчонок небольшую экскурсию, во время которой рассказали о работе сотрудников различных подразделений госавтоинспекции. Детей яркое впечатление всегда остается, когда либо они общаются, допустим, с автомобилями, с сотрудниками полиции, когда можно на себя примерить, допустим, каски, бронежилеты, еще что-то. Сегодня мы сделали вот такую вот акцию, чтобы наши меньшие друзья показали свою службу, показали, чем они занимаются с нашими кинологами. Самой увлекательной частью мероприятия для первоклассников стало знакомство с двумя служебными собаками. Четвероногие помощники кинологов послушно выполняли команды опытных инструкторов, а потом справились и с контрольным заданием, во время которого нужно было найти, где спрятано взрывчатое вещество. Собаки, они очень умные, потому что вот эти собаки, они любят детей, а я сначала просто боялся их погладить или что-то еще сделать. И, конечно же, во время мероприятия сотрудники КИБДД еще раз напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на проезжей части. Надо переходить дорогу. Если зеленый свет загорелся, надо просто смотреть направо и налево, и потом идти спокойно. Правила дорожного движения – это самое хорошее в жизни. Она много может кому пригодиться. Наши дети начинают рассказывать своим близким о том, что так делать нельзя, что жизнь дорога и что лучше подождать одну минутку, но перейти на зеленый свет светофора, чем перебегать дорогу. Также особое внимание было уделено использованию фликеров на одежде в темное время суток. Вот обратите внимание, у Жака, как я уже сказала, на нем, видите, специальный шлейк одета. На ней написано, во-первых, что он полицейский, а во-вторых, Жака какого цвета? Черный. В темноте, как вы думаете, его видно? Нет. Конечно, нет. А для того, чтобы обеспечить ему безопасность, видите, у него на вот этой жилеточке световозвращающий элемент. В завершении мероприятия ребятам были вручены световозвращающие браслеты, а школьники пообещали инспекторам быть предельно внимательными на дороге. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Золотые руки врачей Видновской клинической больницы в очередной раз сотворили чудо. Молодой человек, рабочий на одной из стройк, упал с высоты третьего этажа. Чудом остался жив, но получил серьезные травмы. Продолжит Максим Козлов. Две сложнейших операции пришлось провести врачам молодому пациенту, каждый из которых длилась несколько часов. Получил тяжелый перелом таза, тяжелый перелом внутрисуставной плеча. Он поначалу полежал в реанимации, лечили травматический шок. По стабилизации состояния перевели к нам в отделение. Молодой человек работает на стройке, там и случилось несчастье. По предварительной информации, он упал с высоты примерно третьего этажа и получил несколько травм. По каждой из них врачам пришлось работать отдельно. Переломы у него множественные и лечить их надо последовательно. Одновременно это все не лечится, потому что разная локализация, соответственно и анестезия разная на операции. В таз молодому пациенту установили металлическую пластину, которая поможет восстановлению. С плечом тоже пришлось немало повозиться, но благодаря усилиям медиков здоровье молодого человека вне опасности. Примерно через 10 дней он будет выписан домой. Сейчас он уже осознал, что случилось, что с ним происходит, что ему предстоит. Относится к этому всему спокойно. Надеется на успех нашего лечения. Те этапы, которые он уже прошел, оценивает благоприятно. Впереди несколько месяцев реабилитации, после которой молодой человек сможет вернуться практически к полноценной жизни. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В видновской школе номер 9 для учеников провели игру «Что я знаю о России». Викторина помогла проверить знания ребят о нашей стране. Подробности в следующем сюжете. Привлечь внимание к истории, географии, а также познакомить подрастающее поколение с интересными фактами о нашей родине, можно через настольную игру «Что я знаю о России». В нее сыграли ученики седьмого класса школы номер 9. Ребята разделились на команды и по очереди бросали кубик. На игровом поле в виде карты участники делали ходы фишками и отвечали на вопросы, которые написаны на специальных карточках. Я модератор скорее, то есть дети отвечают на вопросы самостоятельно, у них будет карта. То есть они пройдут в ходе игры по карте России, отвечая на вопросы. Ребята с удовольствием путешествовали по регионам России. Вопросы были разной степени сложности, и поэтому готовиться к ним нужно было заранее. Сегодня от игры я жду командной работы. Готовилась неусердно, но надеюсь на все свои знания. Постараемся на отличный результат. Теперь учащиеся знают о России немного больше, ведь через игру и всем вместе делать это намного интереснее и проще. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ В Видном у кинотеатра «Искра» открылась ярмарка «Золотая осень». Одежда для детей и взрослых, товары для дома, продукты питания. Все это уже можно найти на прилавках и приобрести по выгодным ценам. Качественные товары и свежие продукты. Вот чем славится видновская ярмарка, проходящая в центре города. Ее главная особенность – индивидуальный подход к каждому клиенту. Широкий ассортимент одежды приятно удивит. Особый выбор порадует дам. Здесь найдется все – от домашних халатов до деловых костюмов. Особым спросом сейчас пользуются демисезонные модели, которые будут согревать в холодные дни. Можете и весной, и зимой, и осенью носить. Такие тоже модельки есть. А есть еще на морозы. На морозы у меня идет тенцулейт наполнитель и верблюшка. И ткани плащевые – это 85 хлопка и 15 добавки идет. Бывает, что-то понравится. Купаю курточку, к примеру. Я в этом году купила здесь. На ярмарке вы сможете не только пополнить свой гардероб, но и обогатить дом необходимыми в быту вещами. К примеру, качественными товарами из соседних республик. У нас товар белорусский. Постельное белье с хлопкой, сальна. Полотенчики, наволочки. Но товар очень хороший, качество хорошее. Особым спросом пользуются продовольственные товары фермерского производства. Здесь вы найдете свежие овощи, мясную и молочную продукцию. Мы официальные фермеры, которые работают на территории Ленинского округа. Наше хозяйство достаточно большое. Мы находимся в деревне Спаские выселки. На ярмарке представляем свою продукцию. На ярмарке съезжаются продавцы из разных городов России. Традиционно на прилавке представлены продукции из Тамбовской области. Мы приехали из своей домашней продукции. Овощи, соленья, все свое. Яблочки очень вкусные у нас, ароматные. С Тамбова все. Сейчас у нас овощи, свои горы, капуста, тошка, марки. Все овощи наши домашние. Большим спросом пользуются товары из Чувашии. Помимо качества и вкуса, видновчане отмечают большое разнообразие ассортимента. Вот у нас Чувашский шартан. Мы продаем наше национальное запеченное мясо из говядины. Очень хорошо продается. Куры, цыплята, табака. Мы все сами делаем. Сало обалденное Чувашское. Наши вкусные. Очень вкусные. Вот масло Чувашское от фермера. По 750 рублей. Творог домашний у нас. Куры домашние. Яйца домашние. Все натуральные продукты из Чувашии. Обычно я здесь покупаю баклажаны. Бывают хорошие, кругленькие. Люблю. Можно большой выбор. Иногда покупаю рыбу. Иногда покупаю сало. Очень хорошее у молодого человека сало Чувашское с чесночком. Толстое, мягкое. Хорошо кусается. Обращаем внимание, что ярмарка будет работать до конца недели. Успейте порадовать покупками себя и близких. Так, сейчас я выберу, ладно? Выберем. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова